В сегодняшнем рабочем графике Михаила Бабича и совещание в Доме правительства. Оно прошло в закрытом режиме. После его завершения полпредпрезидентов ПФО и глава республики ответили на вопросы журналистов. Один из самых актуальных – грядущие президентские выборы. В этом году в избирательной системе ряд нововведений. Одно из них – возможность проголосовать без открепительных удостоверений. Честность и прозрачность выборов – задача номер один. В целом, конечно, мы достаточно долго видели, сейчас обсуждали все аспекты подготовки к избирательной кампании. В контексте обеспечения именно возможности людей проголосовать и сделать свой выбор, тот, который они для себя определили за того кандидата, которого они выбрали. Это и вопросы безопасности, прежде всего. Это вопросы действий чрезвычайных служб, аварийных служб. Это вопросы подготовки избирательных участков. Другая тема – благоустройство столичного парка рядом с будущим кадетским корпусом. Это общественное пространство включили в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Выделены существенные средства, и действительно этот парк станет изюминкой Чебоксара, таким, я надеюсь, любимым местом для горожан. Это очень важное событие. И вот мы сегодня рассмотрели ход реализации этой задачи. Она синхронизирована с строительством кадетского корпуса. Продолжается капитальный ремонт Республиканской детско-клинической больницы. Напомним, Чувашия получила около 27 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Сегодня подрядчик работы выполняет согласно графику. И в марте месяце мы ведем после капитального ремонта в эксплуатацию данную поликлинику. Мы вообще получили за счет резервного фонда президента России 114 миллионов рублей. Отремонтировали учреждения образования, учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы. Это говорит о чем? В бюджете денег не хватает, но принятое решение президентом России нам позволяет дополнительно, капитально проводить ремонт разных учреждений.